Сегодня мы обсуждаем МВ полные задачи. Это очень красивая теория, которая была создана в 70-х годах прошлого века. Но, в общем, продолжает развиваться. Есть большой класс задач, который называется МВ. Сейчас мы подробнее обсудим, что это такое. И есть класс поменьше, который называется П. Значит, есть большой вопрос современности. Это отравны ли эти классы между собой? И вот эта полная задача — это один из способов изучать этот вопрос. Отвечать мы не умеем совсем. Но только некоторыми не математическими обоснованиями, а не механиками руками. Но идея в том, что класс П — это задача, которую мы можем решить быстро, а МВ — это класс задач, в которых, если ответ положительный, то можно это как-то быстро обосновать. Соответственно, ясно, что МВ — это не меньше, чем П, но, по идее, может быть, больше. И вот МВ полные задачи — это задачи, которые лежат в МВ, и в нем самые сложные. И оказывается, что у очень большого числа задач сложность в некотором смысле одинаковая. В том смысле, что можно одну решить при помощи другой или одну, что то же самое, одну свести к другой, или, можно сказать, выразить одну из них в терминах другой. И более того, они только сводятся друг к другу, но и вообще реквайзера через МВ какой-то из них сводится. Поэтому они вот в этом классе МВ самые сложные. Хорошо, начнем с того, что такое вообще эти классы. Начнем с примеров. А прежде чем, начиная с примеров, скажем, какие вообще задачи рассматриваются. Рассматриваются то, что называется массовые алгоритмические задачи. Массовая задача означает, что это как бы не одна задача, а целое бесконечное семейство задач. Да, то есть может быть какая-нибудь конкретная задача, да, там, решить уравнение, там, и в квадрате плюс 5x плюс 6 равняется 0. Значит, вот это вот индивидуальная задача конкретная. А может быть массовая задача решить квадратное уравнение вообще. Значит, ну и все знают формулу для корней, которая применима совершенно любому квадратному уравнению. Соответственно, здесь рассматриваются массовые задачи. То есть это такие бесконечные семейства, задач, которые в каком-то смысле одинаково поставлены. Значит, кроме того, задачи алгоритмические. Значит, это значит прежде всего, что они, как бы все данные записываются в виде некоторого конечного текста. То есть тут, например, на вход нельзя получать произвольное действительное число, да, или там, произвольный треугольник и так далее. Значит, на вход подается что-то, что можно записать текстом. То есть это может быть натуральное число, это может быть набор натуральных чисел, это могут быть разные рациональные числа, могут быть многочлены, могут быть матрицы, могут быть графы, могут быть какие-то другие структуры. но важно, что их можно как-то записать текстом. Соответственно, после этого с этими входными данными нужно произвести какие-то действия алгоритмические, то есть написать программу, которая весь этот текст прочтет, какие-то вычисления с ней произведет, и в конце скажет да или нет, ну и нужно, чтобы это было правильным ответом на задачу. Что в таком роде задачи мы будем рассматривать? Поле конкретно мы будем рассматривать задачи с ответом да или нет. Задача с ответом да или нет. Соответственно, здесь решение уравнения это не такая задача, там решение это какие-то корни. Но, например, вопрос о том, есть ли уравнение корня, это уже задача с ответом да или нет. Ну, да, услышание решается очень легко, а нужно посчитать дискриминант. Или, например, вопрос о том, является ли число простым. Это тоже задача с ответом да или нет. Эта задача уже решается посложнее. Но есть известный алгоритм, что просто попробует на все поделить. Если на что не поделилось, значит простое. Но этот алгоритм, на самом деле, довольно долгий. Значит, он идет примерно столько же, сколько, ну, каков размер числа, или если оптимизировать, то как корень из числа. Но важно, что это гораздо больше, чем длина записи, то есть чем число знаков в числе. Но, тем не менее, есть гораздо более хитрый алгоритм, который придуман был только уже в 21 веке, агровалом Каяловым с аксеной, который умеет проверять на простоту числа. При этом он быстрый. Ну, а быстрота определяется вот этой буквы как П. Значит, П означает полиномиальное время. Ну, полиномиальное это означает, что вот есть отсюда, у нас идет П, значит, это не на записи. То есть сколько бит информации мы читаем? Да. Сколько бит информации требуется для записи всего, что нужно. Но бывает, что в качестве элемента, какая и другая причина берется, типа число вишневой графе, или там число перемен в формуле, или там число, там, размер матрицы, аграция в квадрате. Но это уже и детали, в общем случае, мы просто все записываем в битах, и сколько битов получилось, и это вот просто. Ну и, соответственно, полиномиальное время. Тут еще что важно, что в алгоритме есть какие-то базовые шаги. Значит, ну это всегда так, когда у процессора есть какая-то частота, или бывают разные модели, где-то машины тьюринга, там тоже есть какие-то дискретные шаги. В общем, вот время мы меряем вот в этих шагах, в элементарных операциях. Можно такой у нас процессор, который умеет там складывать, умножаясь какие-то там 64-битные числа. В общем, это все записывается, это все считается как базовая операция, и вот их число и подсчитывается. Соответственно, полиномиальное время означает, что меньшее вибравно, чем какая-то константа С умножить на n в стихии д. И вот это вот меньшее вибравно верно для любого икса. Значит, что это? Другими словами, что означает класс П? Ну, мы будем в качестве задач понимать просто множество тех иксов, на которых ответ наложительный. Ну вот, а, нужно сказать, лежит х в этом а или не лежит. Значит, этот а лежит в классе П, значит, если существует программа П, программа М, М это слово машина. Значит, такая, что верно 3 еще. Если х приближает А, то тогда m равняется 1. Если х не приближает А, то m равняется 1. И для любого икс время работы меньшее вибравно будет полином. То есть, если полностью записывать в квантерах, то существует С, существует Д. Такие, чтобы для любого икс время работы. m равняется, будет меньшее вибравно, чем в целом. Вибравно, вибравно, в степени. Вот. Ну, значит, это вот класс П. Вот два примера, как я уже сказал. То есть, пусть есть квадратные два линия с целыми коэффициентами. В вопросе есть у него решение. Можно посчитать дискриминант по формуле и сравнить с нулем. И, соответственно, будет, если меньше нуля, значит ответ 0. Если большее правило, значит ответ 1. С простыми числами гораздо сложнее, но тоже есть. Есть много алгоритмов на графах. Например, вопрос о связность графа. Да, дам граф, то есть список некоторых вершин и рёнгар, и нужно установить связь в него. То есть верно ли, что от каждой вершины и от каждой другной можно пройти каким-то путем. Значит, вот есть какой-то граф. Ну, например, есть верт. Значит, есть много разных алгоритмов поиска ширину, поиска глубину. Ну, например, можно делать так. Значит, можно сначала закрасить, пометить какую-то вершину. Значит, после этого пометить все, которые здесь соединены. Соединенные. После этого пометить все, которые соединены с помеченными. Ну и так далее, пока будет что помечать. Соответственно, вот здесь получается, что уже нет никаких непомеченных вершин, которые соединены с помеченными. Но если какие-то непомеченные остались, то это значит, что граф не справился. Вот. А если бы, например, ещё вот эта игра была, тогда потом процесс завершился бы вот так вот. И уже никаких решений не осталось бы в этом случае, граф справился. В общем, вот это вот всё задача из класса П. Очень много есть разных алгоритмов, которые изучают в каких-то курсах. Мы и сейчас на этом останавливаться не будем.